у меня тепло в гараже будет возможно штаны сырые кроссовки на печке посмотрите максим решил купить себе машину восьмерку 80 какого года 88 короче неважно с движком от 4 которая валит короче первая машина в его жизни будет и чтобы купить себе такую машину он чинит мопеды вот у игоря чинит побед и посмотрите в чем он ходит это его обувь бедный мальчик подарите ему кроссовки короче максик иди сюда расскажи чего игоря было с подшипниками рулевой колонки когда собирали перетянули очень сильно поэтому русал они ну либо в салоне либо на заводе не могу сказать понятно они очень сильно их перетянули тут поверхность в принципе вся еще живая поэтому если сюда просто забить новую смазку поставить старые подшипники все будет работать смазка здесь очень густая короче решилась проблема немножко ослабить и новую смазку заложить это заводская смазка до холодец она очень густая что дальше здесь у тебя потекли сальники а да у игоря вилка вся прямо два пера все в масле были вот у него пробег точно такой же как у меня там был 7300 а у меня пробег 7600 убилка потекла тысячи две назад почему она потекла неизвестно но тут присутствует люфт ты перебрал я там ее полностью помыл любите внутри было очень много песка этого песка появился люфт соответственно возможно из-за люфта как раз таки сальники бегут то что вилка ходит а люфт от чего-то из носа люфт да ну почему такой люфт вот прям даже если болтается нет его не ну короче сейчас вот ты вилку восстановил и ты заказал уже новые сальники пыльники да да сальники в по идее в принципе не мягонькие ты еще потом будешь ставить еще раз разбирать елку зачем нет просто сверху боже сальники надеваются все но я имею ввиду сейчас ты соберешь ему отдашь мопед то смысле нет чем у тебя будет стоять когда они придут через два дня а ну тогда ладно дальше чем с рулем все в порядке с этим катализатором пускаешься чего не выкидываешь у мальчика не в чем ходить народ сделал себе обувь пошли максик стеллаж не собирать вот такой же такой же так народ вот у нас мопед и маха 250 фазар и доминар 400 сейчас мы достали со склада их надо обслуживать они простояли тут грубо говоря очень долго это тоже больше недели стоит может больше может и месяц месяц наверно этот около недели стоял холодный гараж температура где-то 8 градусов вот сегодня надо обслуживать доминар у него дребезг появился при работе двигателя что-то где-то дребезжит так а у ямахи надо обслужить цепь это зеркало раскрутилось я хочу хотел сказать я хотел сказать что они завелись очень хорошо просто после простое вот когда техника обслуженная да вот у этого 40 тысяч плюсом пробега у этого сколько у ямахи пробег 2 500 ну вот хорошо заводится так товарищи сегодня у нас на обслуживании наши мотоциклы но этим надо заниматься все равно ямаху я помыл уже давно она давно стояла в гараже доминар я отмыл только сейчас мы на нем я на нем эндурил с товарищем по пыльной по пыльному бездорожью цепь была вся грязная поэтому надо было ее промыть промыл я промывая как обычно с мылом с мылом а потом это все моется соляр очка видите какая цепь вот сейчас вот это основной песок с нее сбился и дальше уже солярка идет в ход в ямахе у нас та же история цепь здесь не обслуживалась давно она тоже после мойки он видите на ней еще сохранился песочек то но основная часть конечно смывается на мойке здесь у нас сальников нет в цепи по моему хотя может и есть кстати ну кого какие промежутки то да сальники есть их видно 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 вот большие промежутки вот эти говорят о том что там резиночка здесь тоже сальниковый ну как я вам скажу что бытует мнение что керхером мыть нельзя но на самом деле мыть можно под сальники воду загнать еще надо умудриться даже если загоните то она у вас прямо не оборвется в этом месте цепь работает крайне в интенсивных режимах и все что нужно туда вы зайдет и все что нужно оттуда выйдет сколько вот я езжу на этой цепи мой мойка солярка ей жизнь конечно продлевает и смазка регулярная но при том при всем что я ее с пеной с карфером то мою она прошла сколько она у меня прошла 17000 наверно прошла цепи я посмотрю потом более точные сниму ролик а предыдущая цепь у меня прошла одиннадцать только тысяч но там правда звезды были изношены вот у нас эти мотоциклы имеют кофры одинаковые это вот правда тинтованный а это вот красненький это кофра 47 литров багажные системы здесь и дуги здесь только стекла не хватает и защиты рук на этом мотоцикле чтобы на нем комфортно кататься ну а здесь у мотоцикла конечно все есть мы с максимум сейчас посмотрим доминар сначала у него появился какое-то дребезжание нехорошие то есть когда едешь и при определенных оборотов когда вибрация появляется что-то дребезжит я это слышал постоянно где-то вот в районе передней панели или где-то может или где-то из радиатора но я услышал где-то тут дребезг надо его будет заводить слушать и посмотреть что же там роско раскрутилась антифрес и но если учесть что мотоцикл 2020 2020 года так всего год антифреса чего нет его менять не надо я туда немножко доливал уровень там в норме вот сейчас на ножке даже тут кстати очень хитрый уровень он даже в наклоненном состоянии показывает примерно адекватную информацию потому что здесь вот этот вот бачок боковой он очень узенький то есть и как бы ты не наклонил мотоцикл он примерно всегда на одном уровне не сильно меняется вот видите он показывает примерно серединку если я поставлю центрально ровно то он будет чуть-чуть около максимума так ну ладно сейчас будем производить осмотр а у yamaha у нас только цепь да ну тоже посмотрим тормоза и так далее и все такое где какая ржавчина появилась это же все-таки китайского производства самая нелюбимое дело для тех кто обслуживает мотоцикл и это конечно возня с соляркой с тряпками всякими с грязью крышку конечно на yamaha открутить это целая история блин лапку надо снимать тут какая-то звезда она острые зубчики у нее может нормально это пробег это тут всего 2000 с чем-то почти три с половиной сейчас это пространство тут протру цепь я уже помыл вот цепь я помыл что-то на ней следы коррозии что ли присутствуют ли это грязь коррозия прикинь это не грязь цепочка коррадирует но она 2019 года поэтому цепь подтянуть что ли она и на колесо поставить нас сначала ладно протереть надо резину сюда попала соляра с маслом тут все надо протереть цепь я уже протер еще и здесь товарищи и маха стоит на центральной подножке это с одной стороны хорошо конечно что она вот так вот вывешено но во первых под нее я не могу подсунуть по центральную часть поддон чтобы нормально промыть цепь обычная промывая обильная и звезды течет тоже капает на пол вот туда попадает соляра и там тоже она моет своего рода и звезду но на центральной подножке все стоит прямо и поэтому набросала на колесо много приходится вытирать бензином сейчас тут все чтобы резина вот она уже отмылась но вот попала в протектор в этот глубокий и мне это не нравится я стараюсь это убрать потому что игорек потом будет ездить не дай бог видите вылазит оттуда из протектора а на доминаре мотоцикл стоит на боковой подножке он наклонен сильно я его еще сильнее наклоняю и поэтому лучше мы пытались этот мотоцикл наклонить но у него развесовка какая-то странная подножка вот это очень ненадежная то есть у доминара при выглянутой подножке переднее колесо и подножка он поднимает колесо когда его наклоняешь задние а здесь заднее колесо не поднимается здесь поднимается переднее колесо короче вот в итоге центральная подножка и все заляпано но это если мыть обильно и чисто чтобы было чисто песок отмывать вот эту всю грязь если просто помазать соляркой ну тогда может быть нормально но я привык отмывать это все чисто прямо лить чтобы соляра она вместе с песком стекала и вот хруста цепи нету видите а там был хруст она прям хрустела песок хрустел соляра я и стратил где-то литр наверное вторичные соляры которые я уже был то есть я солярой мою два раза чистой а которая стекла я фильтрую через специальный фильтр она такая практически чистая получается ей можно хорошенько второй раз отмыть внутри уже не надо там много смазки накапливается ладно думаю пока хватит буду дальше мыть вот товарищи такая вот ситуевина весь этот песок просто оттуда не вымыть другим образом и способом ну один два раза надо такое делать обязательно я вам скажу честно на доминаре мне нравится больше надо поддом поставить на доминаре мне нравится больше там как-то не знаю все это чище получается и удобнее а тут крышку добраться до звезды надо снимать крышку чела равно все капает ну рама то ну да доминара очень все это опрятно аккуратно вот теперь это все вытереть надо короче мне не совсем это понравилось дело приехал там товарищ на таком мотоцикле только у нас из гаража уехала себе 1300 x4 вот приехала новая 1300 ну конечно мотоцикл вроде бы в очень хорошем состоянии но это не на ремонт это просто познакомились мы так что думаю он у нас еще появится как приятно работает фондочка это оригинальный амортизатор и вида глушитель тут конечно капец это тоже стандартный глушитель это он всегда так и когда люди смотрят ну мопед конечно мощный привет народ пришел я в гараж это следующий день тут у меня он бардак всякие масляные тряпки поддоны с соляркой использованы двигателем это я вчера мы с максиком загнали два мотоцикла на обслуживание а у доминара надо найти сверчок у него от вибрации где-то что-то открутилось и дребезжит сильно максик сейчас освободиться придет будет заниматься сверчком и будет собирать ямаху собирать для чего и от чего то есть я за не занимаюсь мойкой цепи вот как мне кажется у меня это получается лучше вот ну максика тоже хорошо получается но я очень досконально все это вымываю чтобы ни одной песчинки там не было то есть чтобы хруста в цепи не было и сегодня я закончил вчера у меня что-то и настроение не было заниматься потому что не знаю бывают такие дни когда техникой заниматься хочется это все делаешь с удовольствием а бывают дни когда настроения нет и все из рук вываливается вот решили мы оставить это плюс у нас вчера посетитель был познакомились мы с молодым человеком на honda cb 1300 очень серьезный мотоцикл он уже и дальнобойщик оказывается на алтай ездил хотя и первосезонник вот мы с ним будем общаться покажем потом этот мотоцикл что сделал здесь я в общем у ямахи чтобы промыть цепь и сделать это тщательно нужно снять крышку вот чтобы добраться до передней звездочки крышку я промыл изнутри и всю промыл соляра и так далее кисточкой на ней было очень много грязи сейчас я ее протер бензинчиком чтобы она была не жирно промыл там там тоже было все забито грязью там все промыто кисточкой и часть двигателя промыто и основные части на которые может налипнуть пыль я протер бензинчиком на резину не стоит чтобы сильно попадал бензин поэтому аккуратно все это делается здесь было все промыто маятник звезда вот эта часть тут все протерто но у ямахи и мне не понравилось перед доминаром обслуживания вот этот именно мойка цепи потому что вроде кажется что есть центральная подножка и неплохо мыть но я не подставляю никакой картон и на центральной подножке здесь грубо говоря когда ты обильно промываешь солярой все это хочешь хорошо промыть чтобы песка не было заляпывается резина и смазка и солярка и прочее то есть тут пришлось все отмывать резину я всю промыл на сухо она теперь скрипит там никакой соляра нет все это я отмыл вот но тем не менее здесь подножку и махи нам вообще не нравится она во-первых опасная у нее так сказать нету четкого положения один раз уже вам мотоцикл падал на этой подножке на доминаре конечно в этом плане лучше и и на доминаре я мотоцикл наклоняю на левую подножку сзади подпираю колесо брусочком так мотоцикл находится в многонаклоненном состоянии и все что ты моешь обильно она все стекает и и колеса не касается здесь все равно попадается очень много вот то есть я когда промывают цепь стараюсь промывать ее так чтобы звук был только звеньев цепи и звезд чтобы никакого песка там не было поскольку соляру мы использовали здесь не чистую чистой солярой я конечно мою чистой солярой но иногда ее фильтрую и она уже получается немножко со смазкой если цепь в таком состоянии промыть она уже получается жирная как будто бы смазанная здесь первые несколько сотен километров можно спокойно на на такой цепи проехать сальники тут чистое они вон блестят они смазанная то есть можно проехать на такой цепи она сухая не будет она будет нормально работать потом когда она у вас уже высохнет остатки солярки и смазки отсюда разлетятся высохнут можно будет смазать смазкой какой вы любите смазывать вот но в целом я не вижу сейчас необходимости вымывать это все так что иногда использованная соляра как ну когда ты берешь чистую соляру моешь цепь фильтруешь ее потом она получается такого коричневого цвета но прозрачная хорошая но она жирненькая немножко от предыдущей смазки смазка это как бы как будто бы ей даешь вторую жизнь это конечно можно так не делать но я иногда так делаю и цепь становится чистая и как говорится можно ее не снизу не смазывать в первые вот километры в первые сотни километров после мойки я уже так делал этот метод работает и как говорится эту соляру можно потом и в печку пустить для растопки сейчас здесь все очень чисто я подожду максика он соберет крышку и перекрутить лапку переключения передач потому что крышку это иначе не снимается если лапку не снять вот она висит здесь ну а у доминара тоже надо помыть цепь она после мойки вот видите какая цепь да она это в песке и в старой смазки это еще после мойки керхером грубо говоря на ямахе было ну раза в три наверное грязнее потому что она не мылась очень давно очень давно сейчас я здесь тоже промою цепь и наверное сегодня еще смогу на этом мотоцикле проехаться посмотреть как и чего после того как максик устранит сверчок так я забыл сказать когда я мою цепь я использую вот такую вот щеточку угловую и грубо говоря около литра соляры у меня уходит то есть я мою снизу обмакнул щетку на цепь и прямо обильно несколько раз наносишь ее наносишь и чтобы соляра когда вы моете цепь чтобы она прямо прямо проливалась сквозь цепь и утаскивала за собой песок это видно если например вот такие вот цветные поддоны с чистыми стенками в них все стекает и видно соляра протекает остаются прямо ошметки грязи то есть недостаточно обмакнуть щеточку один раз и сидеть тереть цепь то есть вы ничего не вымоете песок так и будет хрустеть нужно обмакнул и пока она течет сквозь цепь вот так вот ее проливать то есть мы не трем цепь щеткой мы ее проливаем солярой и соляра за собой растворяя смазку она утаскивает грязь песок и старую смазку вот ну и сильно тереть жесткой щеткой не надо потому что все таки эти сальники резиновые их надо аккуратно к ним относиться а солярочка протекает утаскивает за собой грязь оставляя сальники в порядке вот и чем больше соляра вы используете не жалеете тем лучше тем чище у вас будет цепь надо ее конечно прокручивать и прямо вот один два три раза когда оборота будет вы все это пролили хорошо с солярой она у вас слилась в поддон вы увидите сколько грязи вымылось говорю один раз соляру можно отфильтровать то есть обязательно делаешь фильтр все это стекает куда-нибудь в бутылку и потом следующий раз этой солярой можно промывать грязные цепи очень грязные цепи промываете и можно их не смазывать первые сотни километров вот как то так но если у вас цепь чистая и просто в старой смазке можно в принципе использовать чистую соляру помыл чистую соляру я так часто использую на доминаре когда у него чистая цепь я ее часто мою она не бывает такая грязная как здесь было я использую чистую соляру чистой солярочкой прошелся внутри пролил угловой щеткой потом берешь щетку обычную и проходишься с торца ставишь уже вот здесь поддон и с торца щеточкой вот здесь вот льешь поднимаешь тебя соляра стекает по цепи льешь промываешь щеточкой поднимаешь колесо все стекает утаскивает за собой песок пыли все это капает 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 и когда у тебя звезда уже перестала цепь хрустеть тогда можно в принципе остановиться смотришь она чистое ну вот как-то так то есть на мойку цепи на правильную не 200 грамм не 400 ну где-то около лита литра соляры уходит на грязную застарелую цепь на чистую цепь у меня где-то пол литра уходит вот как то так так пришел хозяин ямахи вот я показываю ему какая у него цепь чистая стала говорит спасибо большое так теперь я вам покажу доминар как он обслуживается видите палочка да вот и можно колесо крутить и он стоит в наклоненном состоянии очень сильно наклонен влево у него такая развесовка что он удачно стоит и колесо у него висит и видите у него все с цепи течет в поддон на колесе колесо практически сухое на нем вообще ничего нет ну какие-то мелкие капельки попадают при работе щеткой вот здесь я около полулитра цепь уже промыл вот с нее сейчас капает заберусь вон туда там я уже отверткой убрал основное тяжелое с травой и с песком хотя я никогда не смазываю каким-то какой-то густой смазкой это все у меня смазывалась фирменными смазками и не и маннол а потом протиралась излишек вот пол литра суда и где-то пол литра сейчас уйдет то есть вот этой вот щёточка я сильно обильно поливаю солярой и лягунечко протираю все уходит и сейчас буду быть вот здесь с торца тут на торце очень много грязи сейчас буду мыть здесь другой кисточкой вон той вот этой вот и все будет полный обгимахт вот специально попросил хозяина ямахи помочь мне поснимать видите как надо обильно поливать солярой видите как стекает да вниз показываешь как течет вниз вон там струйка ну-ка вот сейчас вот я буду лить весь песочек проходит хорошо надо главное чтобы не жалеть соляр это это соляр очка у меня вторичная видите она вроде черная кажется но она на самом деле коричневая прозрачная она чистая уже без песка и сейчас когда я отмоют цепь я смазывать ее не буду я поеду на ней далеко принципе все но все корячусь я туда уже целый час где-то литр даже больше литра наверно соляра ушло все промыто чисто-чисто протру обод бензинчиком капельки на резине протру цепь протру здесь теперь чисто так целый кусок был грязи у его заживала в цепь протащила и вот тут я его вымывал потом тут вымывал короче вымыл я кусок грязи все теперь цепи-то хорошая джейтишка за третье она недорогая она в свое время я что-то ее где-то урвал за оптовой цене за 3 с копейками так она у меня 17000 прошла нормально и еще походит я думаю вот наш главный специалист с унылой физиономии короче максик не успел зайти в гараж я могу ли приходи найдешь причину что тут у нас дребезжит в доминаре не успел зайти в гараж уже сразу нашел видите нет болта вот эта вот штука она и трясется вылетел винт потерял круто круто я не секунду в тебе не сомневался максик что ты найдешь это с пол пинка короче я закончил с доминаром все тут протер он как новенький красотища красотища вот тут еще надо немножко пройтись бензинчиком в уголочке такая цепь свеженькая хорошая и тут все чистенько короче после того как максик нашел мне сверчка где отвалился болт я подобрал болтик вот такой сделал к нему гровера советского гровера который я нашел в гаража видите сколько я подобрал выбросил кто-то разбирал какую-то штуковину и выбросила я подобрал и вот сюда на индийский болт я поставлю такого же гровера видите они желтенькие плотненькие а современные гроверы вот эти блестящие они одноразовые его прикручиваешь а потом он уже не возвращается обратно а эти возвращаются сколько раз угодно вот видите сколько он находился в каком-то устройстве много лет до советского союза и вернулся практически в начальное состояние вот это качество стали ладно поставлю я на доминар доминар готовый к путешествиям цепь подтянул все почистил винтики закрутил которых не хватало теперь у максика мопед обслуживаем смотрим чего куда в общем сегодня какой-то день никуда я не поехал ехать неохота набрал вон всякой сигни это у максика творожные кольца большая картошка это макнаггетс это какие-то итальянские питы из коровы и из курицы куча всяких наших местных сырков это у нас иж молоко сырки игра молоко йогурты целая куча и село зеленое я слышал что в москву стали поставлять село зеленая продукцию это наша продукция очень вкусная потому что когда я жил в москве там вообще продуктов нормальных практически нету натуральных а вот это все очень вкусно йогурт фруктовый да мелкий ты не патриот и жил в москве а че москва это разве не россия все я не патриот удмуртий да я могу по удмуртски разговаривать монтатеера тычко под забором куречку да я субтитры я субтитры я субтитры сделал DimaTorzok я субтитры сделал DimaTorzok